В седьмую ночь боя на Москву опустился густой желтый туман. Затихла булька невыстрелов, еще дрались кое-где отдельные несвязанные кучки юнкеров, студентов, чиновников. Но Комитет общественной безопасности во главе с земским доктором Рудневым перестал существовать. Москва была занята войсками Ревкома. На другой же день на улицах можно было видеть молодых людей в штатском. В руке узелок, в глазах недоброе. Они пробирались к вокзалам, к Курскому и Брянскому. И хотя на ногах у них были военные обмотки или кавалерийские сапоги, никто их не задерживал. Если бы не контузия, ушел бы и Рощин. Но у него случился легкий паралич, затем слепота временная, а затем какая-то чертовщина с сердцем. Он все ждал. Вот-вот придут войска из ставки и начнут бить шестидюймовыми с Воробьевых гор по Кремлю. Но революция только еще начинала углубляться в народной толще. Катя уговорил мужа уехать, забыть на время о большевиках, о немцах, а там будет видно. Вадим Петрович подчинился. Сидел в Самаре, не выходя из докторской квартиры. Ел, спал, но забыть, разворачивая каждое утро вестник Самарского совета, печатающийся на оберточной бумаге, стискивал челюсти. Каждая строчка полосовала, как хлыст. Всероссийский съезд советов, крестьянских депутатов, призывает крестьян, рабочих и солдат Германии и Австро-Венгрии дать беспощадный опор империалистическим требованиям своих правительств. Призывает солдат, крестьян и рабочих Франции, Англии, Италии заставить свои кровавые правительства немедленно заключить частный демократический мир всех народов. Долой империалистическую войну! Да здравствует братца трудящих всех стран! Забыть! Катя, Катя! Тут нужно забыть себя, забыть тысячи лет не прошлое, былое величие. Еще века не прошло, когда Россия диктовала свою волю Европой. Что же, и все это смиренно положить к ногам немцев? Диктатура пролетариата! Слова-то какие! Глупость! Ох, глупость российская! А мужичок! Ох, мужичок! Заплатит он горько за свои дела! Да нет, Дмитрий Степанович, отвечал Рощин, на пространное рассуждение доктора за чайным столом. В России еще найдутся силы, мы еще не выдохлись, мы не навоз для ваших немцев. Поборемся, отстоим Россию и накажем, накажем жестоко. Дайте срок.